Вот уже в шестой раз руководство Архитектурно-строительного института провело для студентов ЮРГУ конкурс профессионального мастерства «Стройка 2.0». В этот раз финал проекта прошел в клубе «Москва». Инициаторами проведения этого конкурса и первыми участниками были студенты, младшекурсники, которые придумали все конкурсы, придумали программу этого, статус этого конкурса разработали. В этом году в проекте участвовало 8 команд. Одну из них составляли 10-ти классники, а помогала им первокурсница Дарья Галкина. Школьники ничуть не уступили другим конкурсантам. Совместно ребятам удалось сделать работу качественно и аккуратно. Меня позвали друзья, ну и мне самому захотелось проверить свои знания, которые я уже получил в школе, найти им применение. Я узнал много нового о стройке и о строительстве в целом. Ну, а также и в других областях знания тоже расширились. Организовали проект участники стройки прошлых лет. Ребята настолько влюбились в конкурс, что не захотели его покидать. Так Анастасия Ларионова выступила в роли ведущей финального шоу. Девушка даже исполнила для зрителей любимую песню. Я в том году еще участвовала в нем, когда думала, что это было бы классно делать его потом впоследствии. Ну и так получилось, что я попала в студенческий совет, в актив. И мне погрузилось в это с головой. Это простор для творчества, для какого-то профессионального, раскрытия своих профессиональных качеств. Что каждый этап по-своему интересен, по-своему нов и разнообразен. И что стройка дарит очень классные эмоции. В этом году на финал пришла и группа китайских студентов. Иностранцы следили за тем, как проходит конкурс и выбрали для себя победителей. Это было потрясающе. Мы насладились финалом. Все проекты были интересные и необычные. Я бы тоже хотела принять участие в этом конкурсе. На протяжении конкурса ребята научились изготавливать бетонную плитку. Ознакомились с продукцией группы компаний КНАУФ. Защитили собственные проекты. Финальное задание стройки 2.0 – создание рабочего макета промышленного сооружения. Участники использовали конструктор лего, банки, пластилин, нитки и многое другое, чтобы продемонстрировать производственный процесс на предприятиях. Нам настался машиностроительный завод, то есть изготовление деталей именно для сборки машин. Мы так выбрали. Завод должен был быть легко утилизируемым и должна была какая-то жизнь быть в заводе. То есть детали должны были двигаться, что-то перемещаться. То есть это не просто макет, который монолитный и стоит, и никуда не движется. Ребята оценивали представителей архитектурно-строительного института. За каждый этап конкурса участники получали баллы. В итоге максимальное число очков набрала команда «Вышка». Ребята получили разнообразные призы от партнеров конкурса. Мы очень старались, очень к этому шли. Мы потратили просто немереное количество сил, денег. Просто были очень тяжелые моменты, были также очень приятные, положительные моменты. Но у нас получилось со всем этим справиться, все преодолеть. И вот, ура, мы победители. За это время мы смогли очень хорошо сплотиться с нашей командой, очень хорошо друг друга узнать. Стали настоящей семьей друг к другу. По окончании конкурса ребята не захотели расходиться и продолжили праздновать победу. Стой как водой!